так здравствуйте я сегодня хочу поговорить про мастер-шеф про мастер-шеф сезон 13 про вчерашний выпуск я уже давно про мастер-шеф не делал никакие обзоры не снимаю участников интервью не беру если вы знаете если кому-то интересно очень много интервью есть про многие сезоны с участниками на канале там плейлист мастер-шеф там посмотрите вдруг кто-то первый раз меня смотрит и узнаете как живут бывшие участники вчера я посмотрела конкурс где черная битва до 4 участника они боролись там было две девушки алина и люба любая с брекетами сейчас про него пишут очень такие ужасные вещи принципе знаете пишут то что заслужил человек вообще я хочу сказать что в жизни нужно проигрывать достойно это будет уроком для девушки это или нет но начнем сначала нужно условия конкурса были такие что блюдо готовит блюдо готовит противоположный человек вот назначили алине они даже были придумать блюдо алина придумала блюдо равиоли и и должна была приготовить люба а люка очень долго что-то она там думала одно приготовить какую-то мозаику потом она вдруг когда и эктор уже сказал что такое себе никто судья другой слышно такое себе блюдо лучше придумать что другой она придумывает за 45 минут до окончания придумывает блюдо решили припелка решили но такое оно не то что оно сложное блюдо но много ступенчатое много ступенчатое там разные процессы и на процессы нужны нужны нужно время знаете я думаю если завтра я это говорю рассказывать про тех для тех людей которые которые смотрят в курсе они и процессе того как люба готовила легкое блюдо равиоли ну то пельмени знаете это пельмени она изначально уже неправильно приготовила тесто она прослушала что тесто должно быть зеленым шпинат она там не использовала это алина на этот момент сказал ну ладно ладно уже пусть будет так это можно переделать да ладно пусть будет она уже понимала боже связаться с этой любой там неизвестно зеленое получится или синее или красное тоже а и так давай делай люба говорит олине условия конкурс такая ну хорошо ты делай мое блюдо решили решили она за 45 минут и сказал приготовить и получилось так что она все время ее контролировал да условием конкурса было предусмотрено что ты даешь задание какое блюдо приготовить нужно контролировать нашу показали на деле как они могут контролировать потому что повар должен не только уметь готовить на профессиональной кухне он должен еще уметь правильно проконтролировать но на этом этапе знаете когда их осталось семерка или восьмерка контролировать как делать равиоли я не знаю расширяна никогда не делала алина в общем как-то она ее сделала сделала красиво а с балкона постоянно эти балкон на вот таких моментах когда попадает на черную битву сильный участник сразу открываются сбрасываются маски из других участников и там была девушка оля она изначально такая понимаете как бы она не улыбалась как бы она не говорила что она очень объективно мне вот это все вот в ней раскальзывалась какая-то такая злость ревность зависть к этой алине алина сильный участник сам таких вот два сильных участника и вот это оля и алина я еще раз говорю рассказывал про тех тем людям которые в курсе просто в курсе и сразу снимаются маски с людей когда они стоят на балконе и вот такая девушка забыла как ее зовут она все время говорила что ну алина свой процесс делает то есть за своим процессом не следит а это люба она толком это револи револи не сделал не делала она вот все время у него голова была повернута хотя я знаю как снимается мастер-шеф я знаю что можно немножко утрированно показать но тем не менее суть одна и та же она все время контролировала якобы контролировала как алина сделает то блюдо который сама нам жизни не делал мне дело она просто видела она не делала что ты контролируешь ты знаешь что человек сильный ты за эти месяцы поняла что в принципе она порядочный человек кого ты контролируешь может быть и включи свою порядочность если она у тебя есть и блюдо элементарное блюдо элементарное блюдо приготовь она это не сделала и в итоге на последних секундах практически она сырое мясо сырое я когда увидел этот равиоль даже по телевизору через экран было видно и когда его увидела я была в шоке он даже не заклеен был вокруг не прищепила на тесто некрасивая соус какой-то ужасный ру какой-то уж что-то ужасно вот такое блюдо только за и такое это блюдо нужно было уже участника выгнать алина красиво все это сделал потом еще раз говорю что контролировать там не было смысла а вот ее подстрекали все это оля все время подстрекала там еще одна девушка рыбачка на нее говорят вот все они скинули свои маски понимаете что давай типа поторапливо следи за этой алины то есть отрывали ее от процесса равиоли который она должна была для алины и вот перетягивали ее внимание кем можно руководить кем можно руководить можно человеком который не имеет свое своего внутреннего стержня вот они поймали эту алину может это пишут многие комментарии что это был сговор я думаю там сговора не было потому что они договариваются на самом конкурсе кто с кем будет они так договариваются они не успели бы не успели просто в комнатах сидели пили а может не пили они говорили вот как бы было бы хорошо эту алину бы сильного участника слить ну и момент предоставился они включились там отдельно что-то такой был сговор я не верю но в тот момент они быстро включились а оля претендент да на эту любу вот туда люба бы у кого бреги а уже боже как ее я не знаю когда ее гримерой красили такую помаду знаете там когда ты красишь когда тебя красит и сама высказываешь предпочтение тебя насильно никто такие помады яркие на такой рот где брекеты выделяются не очень всегда можно сказать нет я не хочу помаду с пастельных тонов можно было попросить вот это тоже о чем-то говорит это когда ярко хочешь себе заявить через помаду через еще что-то тут ты себе тоже заявил назови лочек на нас время себе заявляла девушка не знаю ее все время заявляла я такая сильная хочу жить я хочу хорошо ты можешь этого достичь если ты тебе вселенная это даст плюс твои усилия но все-таки вот берете как нужно немножко нужно думать головой никогда ничему не дается просто так ты должна приложить усилия у тебя должны какие-то моральные ценности быть на уровне чтобы тебе еще вселенная что-то дала знаете дорожку проложила что-то умело зарабатывать я очень сомневаюсь что у нее это получится потому что если конечно не справится и о чем говорила и вот где-то они в комнате сидели и говорили вот эту алину бы надо алина девушка какая показалось мне я не практически там пару этих я серии не видела она показалась очень порядочная что как она о владе говорила как она быстро и умная как она быстро просекла что да он мне нравится но я понимаю что я не его типаж как она это все тактично говорила ну молодец родители могут гордиться такой девочкой вот и и ей все придет все у него будет у алины и она ярославским судьи даже были поражены грязной игрой понимаете грязной игрой вот это была настоящая грязная игра и такого если за столько сезона для такого и такой грязной игры такой подставы еще не видела можно было что-то заметить но не до такой степени и она и самое хуже и дальше и получилось так что по условиям конкурса так как алину работу ревиоли ну не алина рота дату то блюдо которое заказала алина это люба приготовила ужасно она условиям конкурса алина должна была уйти или там даже судьи сказали а вы что специально были специально приготовили хотите слить алину или вы не умеете готовить но на этом на этом этапе не приготовить пельмени там нечего делать на мастерше вам скажу и получилось так что получилось так что ей дают белый фартука это люби потому что перепелка очень хорошо получилось красиво было поданным сокрыт боже за 45 минут девочка сделала блюдо который никогда не делали раньше вы даже если дело не каждый день дело за 45 минут сложно причем такой нервы и у нее за тем что она вот это все готовила хотела красиво и вкусно приготовил у нее не было времени проследить за своим за своим блюдом я думаю таил так затуркала постоянным контролем постоянными вопросами постоянно она не открыла что у той даже не было времени даже силу своей порядочности посмотреть что она со своим блюдом с моим блюдом делает ашо на своим блюдом делает и получилось так что суди когда это все поняли они дали белый фартук это любит и говорят вот эти вставки обмерзительные ставки она года контролировать она что тебя на этом этапе контролировать по arminy она ж младла контролировать оно не проконтролировало а где элементарная человеческом порядок где порядочность просто повара коллеги просто порядок сердце человека да вот так рвет так непорядочно ведет и некрасиво что в жизни можно от него ожидать. Вот что в жизни можно ожидать? Это просто мастер-шеф, это конкурс, это просто проект. А когда дело будет касаться более сложных моментов в жизни. Помочь в беде, выбрать, например, какой-то момент, где тебя могут или опустить на дно, или другого человека, или опустить, или поднять, протянуть руку помощи. Вот как, если в более важных моментах в жизни тебя коснется, с тобой можно в разведку пойти? Обычно, знаете, говорят, с такими в разведку не надо. Вот с этого человека, с этой участницей, конечно, в разведку с ней нельзя идти. У него мама азербайджанка, да, она у него мама азербайджанка, папа украинец. В общем, понимаете, дело в том, что я же сама с Азербайджана, я знаю, я не хочу вот это просто связывать, но я просто знаю, как азербайджанцы там в некоторых моментах себя вели. Ну, не все, конечно, это не все. Не хочу это подводить под нацию ни в коей мере. Ну, как-то вот сейчас мне просто пришло на ум, я просто некоторые моменты вспомнила. Вспомнила некоторые моменты. Там у нас я училась в обычной школе русской, а там у нас школа азербайджанская была. И вот все время ребята с азербайджанской школы, они все время вылавливали одного человека с нашего класса, ну, с нашей школы. И вот так их было несколько, а у нас наш человек был один. И все время они очень подло себя вели, вот очень подло себя вели. И вот педагоги как-то следили, чтобы наши ребята, там общий двор был, выходили не по одному человеку, а по нескольку человеку. Потому что, когда один на один они никогда не выходили, они выходили, когда их несколько человек. Просто я сейчас вспомнила, вот я сейчас не подводка под нацию, нет, потому что можно и про армян что-то вспомнить, еще про какое-то, нет. Я просто сейчас вспомнила, что их выходило несколько, очень подло, вот просто момент такой помню, подло себя вели. И вот я когда, вчера так, у меня цепочка такая, как ее зовут, Люба, мама азербайджанка, вот школа у нас в Баку, как-то так у меня немножко, ну, знаете, вот я даже не хочу, мне даже неприятно, но вот вспомнилась я. И когда Эктор ей дал, Эктор дал ей фартук, вы говорите, ничего не хотите сказать? А он говорит, ну, нет, ничего, я вот не помню, что она сказала. Некоторые комментарии говорят, ну, я бы тоже не отдала, нет, знаете, нормальный человек, вот Алина бы отдала, я бы тоже отдала фартук, потому что конкретно понятно, ты плохо сделала, вот лично. Вот как я могу допустить, чтобы из-за меня человек ушел, вот я не могу понять, как это можно допустить, чтобы ты сделала плохо, и из-за тебя человек ушел, я бы там сгорела просто. И получается, что она взяла, а наконец-таки хорошо, что судьи приняли верное решение, что эту Алину оставили. Я не знаю, как там, я уверена практически, что это Люба и Оля, возможно, до Кителей не дойдут, возможно, даже они уйдут двое. Вот я не знаю, как, но вот как я следила всегда, всегда тот, кто плохо себя ведет, вот не по-человески, он как-то в эту яму попадает. Бумеранг его, всегда так было, бумеранг его настигает. Вот, и мне было неприятно, вот я думала, если ее уберут, я обязательно напишу комментарий. Я ни разу нигде не писала комментарий, ни разу. Я думаю, я напишу комментарий какой-то. Вот, я думаю, что много хейта она получит и у себя на странице, но она уже не отмоется. Вот, знаете, дело в том, что я знаю, о чем я говорю, потому что, когда я… Не хочется мне, ладно, говорить. В общем, потом, потом, очень сложно таким людям проводить мастер-классы, устраиваться на работу. Вот я это знаю, о чем я говорю. Устраиваться на работу, проводить мастер-классы. Их не берут. Обязательно, даже если какой-то руководитель возьмет, будет, кто смотрит мастер-шеф, будут люди в команде или на работе. И коллега скажут, не-не, мы её не хотим, чтобы ещё и деньги платить. Не-не, мы её не хотим. Так что они очень… Вот эта Оля открыла своё лицо, вот эта лицемерная улыбка какая-то у неё появилась. Очень жаль. Они что, не знают, что там всё? Может, они даже если знали. Не смогли скрыть эмоции. Не смогли скрыть плохие, злостные эмоции, которые их посетили в тот момент. Очень… Мне так было неприятно, что вот это не в фильме, где можно думать, а, это фильм, ладно, режиссёр продумал. Жизнь, наверное, не так. Вот, оказывается, в жизни есть тоже такие люди. Да, они есть. Я в силу своего возраста понимаю, они есть. Но так явно, так близко я ещё не видела. Нужно вести себя просто порядочно. Вот просто по жизни порядочно себя вести. И неважно, твоя жизнь где протекает. Здесь, на проекте, в какой-то командировке, на работе. Неважно. Просто нужно… Извиняюсь. Нужно просто порядочно себя вести. Тебе обязательно в бумерангах что-то произвести хорошее. Это Катя, про Катю пишут. Я вот тоже была удивлена. Вот то, что ты держалась там два месяца, да, вот они там держались, якобы они справедливые. Полностью они перечеркнули жирным крестом всё то, что они там якобы наработали в копилку своей репутации, можно так сказать. Ещё раз повторю, что тут дело не в национальности. Это я просто вот как-то так, я так связала просто. Я просто вспомнила, вот чисто вспомнила, что там Азербайджан, Баку, ребята. Так что вы мне не пишите комментарии, когда сразу буду блокировать этих людей. Что это? Это просто вот как-то вспомнилось. Вот эту подлость этой девочки вспомнилась и подлость, какая была там рядом школа была, где ребята, их ребята с Азербайджанской школы один на один никогда не выходили. Выходили несколько человек на одного. Так что, чтобы мне, ещё раз повторяю, чтобы мне не писали, потому что я говорю, это чисто случайно у меня так вышло, что я так вот... Потому что в любой нации есть, в любой нации есть и хорошие, и плохие. И посмотрите обязательно, посмотрите мой, вот, моё видео до этого, как за украинцев, за которых мне стыдно, которые я вот просто... У меня в шоке была от этой женщины, которая приехала из-за рубежа, и что она говорила мне про украинцев. И я понимаю, что это в любой нации есть. Ну, просто мой канал, знаете, я веду, рассказываю то, что вот меня там трогают. Я его практически не веду. Ладно, всё, пока.